Радио Болтком Утро на Болткоме Олег Пек, Александр Шунин, Утро на Болткоме, всё продолжается, продолжается. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Давайте не забывать и пандемия, коронавирусы, её ещё никто не отменял. И два года, вот буквально недавно мы отмечали, как ВОЗ и ныне там вот говорит, что признал это пандемией. И что сейчас происходит, насколько ситуация с коронавирусной инфекцией в нашей стране держится под контролем. Обо всём этом мы поговорим с Никитой Троянским, представителем бюро вакцинации. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Как дела обстоят с коронавирусом, Никита, хочется задать вопрос главный. Ну, то есть цифры идут вниз немножко, но появилась тревожная информация вчера о том, что на 90% заполнены ковидные места в больницах снова, да, неожиданно. Что происходит? Это, я не уверен, в чём вы говорите. На самом деле отношение заполненных ковид-коек в контексте вот всех коек в Латвии даже уменьшилось с 15 до 13%. То есть заполненность больничных коек уменьшается, особенно заполненность больничных коек в интенсивной терапии значительно снизилось, и мне кажется, только 60 коек сейчас заполнено, когда в один момент пандемии у нас целых 250 были заполнены. Так что в больницах ситуация достаточно стабильная. Тем не менее темпы вакцинации не очень, ну, скажем, мягко не очень высоки. Вот насколько сейчас всё-таки есть ли необходимость вакцинироваться, нужно ли убеждать людей в том, что, ну, многие считают, что уже полволна сходит на нет, нужно ли вакцинироваться сейчас? Сначала я уточню, на самом деле, мой ответ на вопрос Александра. Я понял, о чём вы говорите. Просто количество ковидных коек само по себе уменьшается с тем, что Министерство здоровья предсказывает, что и количество новых госпитализованных людей будет уменьшаться. И поэтому, казалось бы, увеличивается доля заполненных коек, но на самом деле это не тревожный показатель. По поводу вакцинации, да, мы на самом деле... Извините, да. На самом деле мы достигли рекордно низкого темпа вакцинации. В среднем всего 700 людей вакцинировались в день на прошлой неделе. И я думаю, в большой степени это связано с тем, что многие переболели омикроном, даже если без теста. И, конечно, если ты переболел омикроном, и ты не в группе риска, то бежать делать бустерную вакцину сейчас острых причин нет. Лучше, наверное, подождать до следующей волны, которая наверняка почти однозначно произойдет в августе, сентябре, октябре вот в этом периоде. И тогда уже будет стоить делать бустер в зависимости от того, какой на самом деле штамм вызовет эту следующую волну. Это еще тоже под большим-большим вопросом. К слову про штамм. Вчера появилось сообщение о новой вариации вируса Дельтакрон, если не ошибаюсь, да? Да, о нем уже говорили с начала января, потому что вначале это был такой яблокораздор в научном сообществе. Существует Дельтакрон или нет? Или это какая-то ошибка в данных, которые ученые интерпретируют как новый штамм? Все-таки на самом деле подтвердилось, что либо это просто вирус Омикрона вернул какие-то мутации Дельты. Наверняка он размножался в каком-то иммуносупрессивном хронически больном человеке, в котором у него было много времени вот разные мутации в себе собрать. Либо же это результат рекомбинации. То есть когда человек заражен и Дельтой, и Омикроном, вот получился такой Дельтакрон. Но в данный момент не представляется, что это что-то опасное, потому что мы не видим, чтобы этот Дельтакрон превосходил Омикрон в своей способности заражать. Помимо способности заражать, есть способность, извините, убивать. Что можно сказать о смертности от ковида в последнее время? На самом деле в Латвии, хоть, конечно, плохие новости, что смертность возросла. И сейчас уровень смертности выше, чем, например, на начало января, конец декабря, когда у нас еще волна Омикрона не началась в полном размере. Но в то же самое время в других странах этот период повышенной смертности был гораздо дольше. Даже в соседних странах, например, в Эстонии он длился больше полутора месяцев. В Дании он уже длится три месяца. В Великобритании тоже минимум полтора месяца смертность в результате волны Омикрона была значительной. У нас в Латвии две недели была повышенная смертность, и через две недели уже началась тенденция вниз. Но до сих пор в среднем 12 человек в день умирают с ковид-19 как основным диагнозом. Я хотел бы уточнить. Вы начали с того, что смертность возросла, а закончили тем, что смертность снизилась. То есть смертность возросла, как мы ожидали в результате волны, но сейчас начинает снижаться. То есть с этого нового пика, который был достигнут в результате волны Омикрона. Ну то есть это, безусловно, позитивная новость. Смертность снижается. Конечно, да. Но в то же самое время то, что мы наблюдаем, это когда во всех возрастных группах уровень инфекции идет вниз, то есть снижается. В возрастной группе 70, плюс 80, плюс 90, плюс уровень инфекции достиг ПЛАПО где-то месяц назад, и с тех пор не трогается с места. Но мы не видим, чтобы количество госпитализованных увеличилось, поэтому нет поводов думать, что смертность не продолжит свой спад в ближайшие пару недель. Вопрос, что с сертификатами? То есть будут ли их отменять люди, у которых только недавно сделали бустер, они, может быть, кровно заинтересованы были как раз в продлении сертификатов. Как будет ситуация развиваться? Хороший вопрос. Вчера на заседании Кабинета министров было сказано, что через неделю станет яснее, потому что нужно и больше определиться, где мы находимся в этой эпидемиологической волне, то есть посмотреть, продолжатся ли позитивные тенденции, потому что все-таки не все заставляет радоваться. Например, уровень положительных тестов до сих пор очень высокий, уже которую неделю 44-46% в среднем держатся. И на следующей неделе, я думаю, Министерство здоровья объявит тогда, продолжим ли мы вот эту траекторию, при которой с 1 апреля будут еще больше послаблений. И я полагаю, что эти послабления могут быть связаны с отменой сертификатов в большинстве контекстов. Но это вопрос Министерства здоровья. Что касается ношения масок, потому что мы видим примеры других городов, других стран, где, в общем-то, уже отказываются от масок? Да, да, это хороший вопрос. Мне как раз довелось пару дней назад побывать в Бельгии. Я увидел, что там на самом деле везде разрешается ходить без маски за исключением общественного транспорта. И я думаю, что эта философия некоторых стран, где полностью отменяют маски, связана с такой идеей преимущества гибридного иммунитета. То есть они хотят, чтобы люди сейчас, когда ситуация плюс-минус стабильная, позаражались, получили этот гибридный, который достаточно хороший иммунитет, и тем самым закалили себя к новой осенней волне. Но это такая достаточно циничная позиция в то же самое время, потому что мы знаем, что инфекция коронавируса, даже если не приводит к госпитализации, то достаточно часто приводит к тяжелым хроническим результатам, последствиям в результате, так называемый долгий COVID, где у людей начинают выпадать волосы, проблемы с пищеварением, проблемы с дыханием. И я думаю, пока мы хорошо не понимаем лонг-COVID и как часто он бывает, есть ли какие-то группы риска, то есть насколько вероятно, что у 15-летнего ребенка, заразившегося коронавирусом, потом будет этот долгий COVID, то я думаю, не стоит отказываться от масок вообще везде. Мне кажется, это достаточно маленькая цена, которую платит за такую безопасность и здоровье. Ну, разумеется, можно сохранить маски, что называется, в местах скопления людей, там общественный транспорт, какие-то публичные мероприятия, прям многотысячные, но в повседневной жизни и в тех же самых магазинах все-таки от них отказаться. Да, я уверен, что здесь есть место для вот такого маневра, найти лучше, более положительный баланс рисков и преимуществ. Возможно, в больших торговых центрах, если в них, например, хорошая система вентилирования, то и можно было бы отказаться от масок, но об этом надо подетальней поговорить с другими экспертами. Я сейчас не могу единогласно дать свою рекомендацию. Возвращаясь, может быть, все-таки к сертификатам, если сертификаты будут отменены, но вот как будет учитываться, то есть, а затем осенью могут снова их ввести, будет ли учитываться вот этот срок получения бустерной вакцины у человека, чтобы он получал автоматически уже сертификат, осенью возобновлялся, ну, то есть, вот эти какие-то моменты. Это, опять же, такой уже более политический вопрос. Я могу только процитировать то, что говорил министр здоровья на заседании Кабинета министров 15 февраля, что, скорее всего, с 1 апреля не вступит в силу закон, скажем, о сроке годности сертификатов. То есть, соответственно, какое-то время, наверное, мы будем жить без них, и вопрос, вернутся ли сертификаты и сроки годности в августе и сентябре? Я не уверен. Я боюсь, что это во многом будет не вопрос политики здоровья, а вообще политики. Как вы знаете, в октябре у нас выборы, и я скептически отношусь к политической воле правителей ввести непопулярную политику сертификатов за пару месяцев до выборов. Но, тем не менее, если вы первые начали говорить об осенней волне, давайте тогда и продолжим, насколько она вероятна, и прогнозы, те же самые математические модели, что показывают вам, насколько будет заразный этот вирус, это будет новый штамм или прежний, то же самое микро. Потому что сейчас, в принципе, какое-то настроение в обществе, что вот-вот должно всё кончить. То есть, какое-то ощущение всегда с весной, какой-то новой жизни, и хотелось бы забыть, как страшный сон, эти два года. А у нас правительство два года подряд так и делало. И две осени подряд нас всех накрывало. Да, Никита. Не только у нас, во всём мире, я думаю, правительство не обладало самообладанием, так сказать. И, конечно, математическое моделирование не позволяет посмотреть в такой дальний горизонт, как сентябрь-октябрь. Я думаю, здесь несколько факторов. С одной стороны, повод для оптимизма в том, что иммунитет, который получен при заражении предыдущими штаммами или при вакцинации, до сих пор хорошо работал и от других штаммов. Поэтому, наверное, в обществе, где у нас сейчас, я думаю, уже более 90-95% людей имеют какой-то иммунитет, всё-таки не будет такая болезненная волна этой осенью, как прошлой осенью. Но в то же самое время мы видим, что в прошлом году где-то раз в три месяца появлялись новые штаммы. И некоторые были более госпитализирующими, некоторые более мягкие. И я думаю, что следующую волну, скорее всего, вызовет новый штамм. И то, какой он будет, это на самом деле в руках случая. Потому что эволюция во многом руководствуется случаем. Поэтому я думаю, что надо ждать и надеяться, что следующий штамм будет как минимум такой же мягкий, как и микрон. Что вы посоветуете, вот вакцинироваться сейчас или ближе к осени? Насколько здесь прогнозов? Я думаю, это вопрос достаточно индивидуальный. Надо смотреть на словно анамнез. То есть если представить, что у меня, например, есть 60-летний, то есть не особо старый дедушка, с хроническими или без хронических заболеваний, я бы всё равно повёл, конечно, делать бустер. Потому что вероятность заражения в ближайшие 4 месяца очень высокая. А в свою очередь, если бы у меня был друг 20-летний без хронических заболеваний, который при этом переболел омикроном только что, то, наверное, я бы не повёл его вакцинироваться. В случае, если бы у этого друга был диабет, то тогда я бы повёл его вакцинироваться. То есть я советую всех поэтому проконсультироваться со своими семейными врачами или даже зайти в интернете. Есть разные такие модели, которые предсказывают ваш индивидуальный риск тяжёлого течения заболевания в случае инфекции. Ну и если мы говорим уже действительно о лете, о планах на лето, как, например, многие, возможно, планируют отпуска, поездки, в этом случае отмена сертификатов у нас в стране, она как бы не отменяет то, что при выезде за границу необходимы все меры предосторожности. Ну, пока что Европа молчит как партизаны. Они только укрепили месяц назад, подтвердили, что продлят сертификаты, а также правила о сроке годности для сертификатов в 9 месяцев. То есть если после первичной вакцинации прошло 9 месяцев, то вам нужно делать бустер, чтобы пересекать границу. И я не уверен, что Европейская комиссия откажется от таких правил. Ну, то есть, скорее всего, сертификат будет действовать за границей еще какое-то время и отменен внутри страны. Ну, то есть для тех, кто собирается проводить отпуск где-то за границей, нужно было бы как раз пойти и сделать бустер. То есть это в их же интересах, чтобы не было никаких неприятностей. Ну, мне как человеку и сферы здоровья, конечно, здесь неудобно говорить. Да, если хотите путешествовать, то вакцинируйтесь. Понятное дело, вакцинация, как медицинская манипуляция, должна основываться на медицинских каких-то рисках. Поэтому я здесь промолчу. Хорошо. Большое спасибо, что не молчали какое-то время до этого, ответили на наши вопросы, а новая информация прозвучала. Никита Троянский, представитель отдела вакцинации, после долгого перерыва снова был с нами. Огромное спасибо. Хорошего дня и крепкого здоровья, Никита. Всего доброго. У нас, что, у нас небольшая пауза, после которой в эфире очень значимый статусный гость, министр внутренних дел Латвийской Республики, между прочим, будет с нами. Субтитры создавал DimaTorzok